Дамы и господа, здорово! При скорбием вам сообщаю, что моя камера перестала отвечать на попытки ей воспользоваться. То есть абсолютно. В этой связи будут небольшие перебои с контентом. Но вы покупать в планах нет, поэтому буду пробовать снимать на другие девайсы. Посмотрим, что из этого выйдет, а пока ролики с самолетом набирают обороты, я выложу другие проекты. Например, плейлист, где мы разбираем и чиним ноутбуки и прочие девайсы, давненько не пополнялся. И это стоит исправить. Ну и по 3D принтеру есть кое-какой контент, который в рамках тестирования камер придется, наверное, показать. Чисто чтобы понять, на какую камеру лучше снимать. В общем, такие дела. Теперь к делу. Не помню, кто просил в комментах, но сегодня мы удовлетворим просьбу некоторых людей. И смоделируем нос мини-талон в 3D, чтобы была возможность его напечатать на 3D принтере. Сразу оговорюсь, что он может ровно не подойти по стыкам к оригиналу. Но к чертежам, которые были выложены чуть раньше, он подойдет идеально. Короче, смотрите описание. Все исходники будут даны, так что вы в любой момент сможете изменить, доработать эту модель. Или досмотрев этот ролик до конца, нарисовать с нуля свою собственную. Начинаем. Итак, открываем SOLIDWORKS. Выбираем плоскость, в которой мы будем рисовать. И рисуем прямоугольник из центра. Старайтесь все, что вы рисуете, рисовать из центральной точки. В дальнейшем это избавит вас от многих косяков. Образмериваем 110 на 110 миллиметров. Вкругляем углы. Переходим из эскиза во вкладку элементы. Выбираем вытянутая бобышка основания и вытягиваем нашу бобышку. Мне для моей модели нужна бобышка длиной 200 миллиметров. Теперь, когда у нас все готово, поворачиваем ее боком, выбираем другую плоскость и рисуем профиль. Рисовать его не обязательно, чертеж этого профиля есть в архиве с чертежами. Рисуем вспомогательные линии для того, чтобы придать скругление. Заметьте, все линии я рисую из центра. Тем самым автоматически получаю симметричность, без особых трудностей. В прошлый раз вспомогательных линий было больше, так как предполагалось, что скруглять вы будете вручную. Здесь, когда скруглением будет заниматься программное обеспечение, от большого количества вспомогательных линий больше вреда, чем пользу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выбираем сплайн и соединяем точки. Получаем профиль. Теперь внимание, так просто нам будет его не вырезать. Solid ждет только контур. Но не понимая среди многообразия контуров, какой использовать. Поэтому все вспомогательные линии необходимо отметить галочкой вспомогательная геометрия, чтобы SolidWorks не брал их в расчет при построении модели. Кроме того, раз уж мы рисовали из центра, то резать нам нужно будет не в одном направлении, а в двух. Для этой процедуры существует специально обученная галочка. Направление 2. Пользуйтесь. Теперь мы готовы сделать вырез. Но нам нужно не сделать дырку в этой заготовке, а вырезать все остальное. При этом профиль необходимо наоборот оставить. Что же для этого есть специально обученная галочка. Называется она «Слегка нелогично». И в процессе обучения была обнаружена мной случайно. Называется она «Тонкостенный элемент». Немного нелогично, но мы с этим ничего поделать не можем. Зато поставить мы ее можем. И вырежется все, кроме нашего эскиза. Это как раз то, что нам нужно. Правильно укажите размер выреза. В этом конкретном случае больше не меньше, так что набалтываем как надо. Когда мы убедились, что все хорошо, жмем зеленую галочку. Ну, схожесть есть, но пока не очень. Снова выбираем правильную плоскость. И, пользуясь другим эскизом из архива, делаем профиль бокового разреза. Рисуем вспомогательные линии. За то, что все должно сойтись, можете не переживать, если вы начали рисовать из центральной точки. Ну, просто сказка какая-то. Субтитры сделал DimaTorzok Пытаемся сделать рез. Как неожиданно и приятно. Вот та самая ошибка, о которой я говорил. Тут нам необходимо обозначить линии, которые не будут учитываться при нашем разрезе. Рисовали мы из центра, так что резануть нам необходимо в обе стороны. Так что не забываем наткнуть специально обученную галочку. Потом нужно сообразить, что резать дырень в нашей заготовке мы не хотим, а хотим отрезать все лишнее. Поэтому тыкаем в тонкостенный элемент и вуаля, то что надо. Правда, получили не очень красивые грани внизу. Их можно выбрать и прямо на вкладке элемента скруглить. Делается в один клик. Не забывайте указывать радиус скругления. Понятно, что печататься это будет нереально долго и весить будет примерно как паровоз. Об этом лучше позаботиться на стадии чертежа. Чтобы при печати не играть с заполнением и не выковыривать тонну поддержек и пластика, которые не дешевые, попрошу заметить, мы выгрызаем из детали внутренность при помощи инструмента оболочка. Толщину стенок предлагаю сделать 5 мм, не больше. Это сэкономит пластик, придаст модели легкость, прохладу и скорее всего силу земли. Да и печататься она будет в десятки раз быстрее. Заполнение можно ставить процентов в 30. Я думаю, прочность будет на уровне. Ну уж точно прочнее, чем пенопласт. Данный чертеж добавляю к остальным, архив перезаливаю, ссылку меняю на новую. Чтобы не бегать по разным роликам и не переписывать описание, а менять ссылку только в одном месте, давайте возьмем за правило, что чертежи будут лежать только под одним роликом. Если по какой-то причине ссылка не работает, дайте знать в комментариях. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента, и всем, кто поддерживал меня в комментариях. Всем успехов в построении и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok